В городе отменили выборы мэра. Изменения в устав Северодвинска сегодня внесли депутаты. Впрочем, нашим законотворцам оставалось лишь согласиться. В России идет реформа местного самоуправления. Еще осенью решение приняли областные депутаты и губернатор. В 2017 году в городе будет и глава муниципального образования, и сити-менеджер. Главу изберут из числа депутатов. Также депутаты выберут сити-менеджера из кандидатур, предложенных специальной комиссии. Если глава будет выполнять представительские и политические функции, то сити-менеджер займется хозяйственными. Депутатов по-прежнему будут выбирать, но не раз в 4 года, а раз в 5 лет. Избираться они будут по одномандатным округам, люди будут голосовать не по партийным спискам, а за конкретных людей. Изменения в устав приняли почти единогласно. 20 за, против, высказались трое, воздержался один депутат. Среди плюсов названы разграничения политических и хозяйственных функций, повышение ответственности горсовета и четкие требования к претендентам. То есть, возможность отобрать профессиональных управленцев. Советские годы, когда активно развивался город, ведь должность, скажем так, главы исполнительной власти, она ведь не была избираемой. То есть, это был председатель исполкома городского, это была должность, которая назначалась и соответственный был спрос. Все нынешние главы доработают до завершения срока полномочий. У Михаила Гмырина они истекут в 2017 году. Анна Бибикова, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска.